Москва Москва является сегодня настоящим полноправным культурным мегаполисом мира и у нас постоянно, почти еженедельно проходят большие акции, связанные фактически с представлением тех или иных стран, тех или иных регионов. И это очень здорово, потому что они уже не ограничиваются просто какими-то торжественными концертами, которые могут посетить только официальные гости. Очень приятно, что коллеги, и в данном случае Израиль, делают программы, адресованные всем москвичам, широкому кругу, самой широкой аудитории. И поэтому, естественно, что мы всегда приветствуем, когда горожане могут познакомиться с культурами, с традициями, с историей всех разных государств мира. И в этом году особая дата, 25 лет отношений, в чём это отношение, которые за этот, казалось бы, не очень большой срок по меркам международного права, на самом деле прошли очень серьёзные испытания на прочность. И несколько раз, в том числе и не так давно, они полностью показали, насколько эти отношения являются добрососедскими в прямом смысле этого русского слова. И, конечно, тот большой культурный потенциал, которым обладает сегодня государство Израиль, начиная от древних памятников глубокой истории, и я должен сказать, что одним из самых интенсивно развивающихся видов туризма является паломнический туризм, и заканчивая совершенно современными, скажем так, деловыми программами, связанными с самыми разными властями не только экономики, но и высоких технологий, и медицины, конечно, это огромное партнёрское взаимодействие между не только нашими государствами, но и нашими столицами, между нашими мегаполисами. И поэтому нам очень приятно было принять и принимать такую замечательную выставку. Эта выставка не только, не то чтобы даже эта выставка, это настоящее культурное событие. Если хотите, это презентация государства на нашей большой, самой главной центральной площадке. И очень правильно сказал его происходительство посола о том, что, учитывая объёмы манежа, очень, на мой взгляд, было очень правильное принято решение, чтобы эта была программа, насыщенная различными активностями, такими как встречи, лекции, мастер-классы. Таким образом, действительно, в одном месте вот в эти дни вы сможете знать очень многого, очень много интересного и полезного о том государстве, которое уже четверть века является надёжным, стабильным партнёром нашей страны. Действительно, есть эта инсталляция очень интересная, которая была представлена в Лувре, кстати, в Париже, и которую мы просили представить тут в Москве в честь 25-летия отношений, которую мы празднули весь год, Израиль-Россия. И тогда мэри Москвы было так любезно и помочь нам получить манеж. И манеж, ну всё же, мы же не привыкли, тут такие российские масштабы, это 5400 квадратных метров. И наша инсталляция, хотя огромная, но нам было чувство, что она кажется такой одинокой там. И тогда мы решили привезти ещё одну выставку. Это выставка, в принципе, которую мы показывали год назад в Милану, на Экспо Милану, на которой работали несколько лет с супербуджетом. И в принципе снова, вместо того, чтобы москвичи должны поехать в Милану, Милану приезжает в Москву. А между этими двумя проектами ещё куча мероприятий, которые будут с утра до вечера, в принципе, разные выступления артистов, профессоров, музыки, фильмов. Попробуйте израильское сельское хозяйство и ещё очень-очень много сюрпризов.